добрый день дорогие друзья сегодня у нас по моему или 17 или 18 мая я потеряла уже счет дня решила включить включиться немножко замотивировать вас на какую-то полезную работу сегодня у меня по плану мытьем окон так скажем очистим глазки наших домов потому что окна символизируют конечно же глазки вашего дома вот ну и немножко покажу чем я занималась вчера и расскажу отвечу на некоторые комментарии по предыдущему видео где я рассказывала о мошенниках и он звонки моем в банк втб вы этот разговор слышали и были несколько комментариев я хочу на них ответить постараюсь приложить в этом видео повторный разговор с сотрудницей уже теперь сотрудницей банка втб на основании которого я сделала определенные выводы и может быть мои мысли мои выводы помогут вам не совершать ошибки я не уверена на сто процентов правая или нет а вот но после того как я выложила видео я опять позвонила в банк все по тому же вопросу но я построила разговор свой совершенно в другом русле по-другому скажу честно была определенная хитрость с моей стороны но эта хитрость привела меня к определенным мыслям значит так позвонив второй раз в банк я опять же представилась и задала все тот же вопрос я являюсь клиентом банка втб или нет анастасия по моему звали оператора колл-центра с которой я разговаривала и она попросив мою фамилию имя отчество и дату рождения попросила еще данные моего паспорта который я меняла в 45 лет конечно же я не дала ей данные паспорта и дальше вы поймете что я сделала все правильно я задала вопрос а почему же у вас что разный статус сотрудников то есть буквально полчаса назад я звонила и ваш оператор виктор по моей фамилии и дате рождения дал мне много информации что у меня есть предложение на кредит в 165 тысяч рублей ну и так далее она сказала что не говорю вас что низший уровень профессионализма скажем так почему вам нужны дополнительные данные и данные моего паспорта ну дальше я пошла на хитрость я она мне конечно же не сказала об этом предложении что у меня есть предложение на кредит в 165 тысяч на льготные 110 дней я сейчас расскажу об этом немножко об этих 110 днях такой такой маленький крючочек такая маленькая завлекаловка казалось бы так хорошо без процентов но об этом немножко позже она сказала что да у них разные технические возможности и что ей нужны мои данные паспорта а вот но тут я пошла на хитрость якобы меня заинтересовало это предложение о кредите она сразу оживилась конечно же да у вас есть предложение на 165 тысяч кредита ну и я тут как бы вроде то я заинтересовалась этим предложением конечно же этот кредит не совершенно не нужен сразу оговорюсь но мне нужно было выудить из нее кое-какую информацию что я и сделал она рассказала мне да есть такое предложение она действительно внимание до от 11 июня правда не знаю какого года но надеюсь что этого а вот и что я могу им воспользоваться там зайдя в личный кабинет и так далее вот я стала интересоваться этим продуктом а что же это за кредит такой она сказала что 160 165 тысяч 110 дней то есть вы берете и в течение 110 дней если вы гасите то что взяли вам ну как бы вы просто пользуетесь беспроцентной этими деньгами я говорю а если нет а если нет тогда внимание друзья за снятие наличных там еще оказывается не все так просто нужно еще эти деньги использовать я так поняла не наличные снимать а просто пользоваться в магазинах то есть без оплачивать товары безналичным расчетом за снятие наличных друзья если я взяла деньги и не положила их в течение 110 дней 49 процентов от этой суммы помимо тех денег конечно которую вы взяли вы еще 49 процентов заплатите банку я сразу поняла в чем крючочек то этот заключается вот и именно казалось бы небольшая сумма 165 тысяч но вы включите логику 49 процентов за просрочку если вы не погасили вовремя это очень большой большая сумма получается вот я это выяснила и дальше я пошла уже с ней ну как бы так сказать приступила к насущному вопросу откуда же у вас мои личные данные кредит предложение для меня на мою фамилию и имя да откуда у вас мои данные ну в общем там дальше идет заколдованный круг она так и не ответила мне она этот вопрос сказала что мне нужны дополнительные то есть я должна ей дать данные паспорта и тогда она скажет откуда а вот я говорю но есть же еще одна хитрость я могу загрузить приложение допустим втб онлайн и войдя туда я войду я посмотрю если у меня кредиты если у меня какие-то счета и банковские карты на что она мне ответила ну вы не пользуетесь приложением онлайн проговорилась понимаете проговорилась откуда вы знаете что я не пользуюсь приложением онлайн ну дальше вы послушаете этот разговор послушайте как она как уж на сковородке вертелась там я ее просто выводила из себя скажу честно да я ее выводила из себя короче я ее выбесила и самое главное что я поняла вы не можете войти в это приложение онлайн если у вас нет банковской карты втб или какого-то счета и логина а вот а у меня действительно этого нет я никогда не пользовалась банком втб вот я говорю но если я туда не могу войти значит это уже ответ на мой вопрос что значит у меня нет никаких счетов и карт но как же тогда у вас оказались мои личные данные потому что вы мне направили лично мне никакого какому-то там пить и иванову а лично мне на мое имя и фамилию вот это предложение в 165 тысяч ну дальше опять разговор все о том же что дайте лично данные лично данные паспорта я даю ей данные паспорта но не нового а старого тот который у меня был до 45 лет она их приняла и она все увидела она видит что этот паспорт они все друзья видят все они видят у меня там были комментарии я их не оправдываю я сама сотрудница банка и что оператор не видит и работают там типа студенты нет друзья они все видят когда я ей дала данные старого паспорта она мне сказала что вам нужно перри как же она сказала актуализировать данные вашего паспорта то есть она поняла что эти данные паспорта не актуальны я говорю что же для этого нужно а для этого загрузите приложение втб и там в каком-то окошечке вам нужно будет зайти внимание на госуслуги а на госуслугах то данные паспорта нашего есть и через госуслуги актуализировать данные вашего паспорта понимаете в чем дело у них нет этих данных и я их не активировала и поэтому они очень заинтересованы они очень хотят получить данные новые данные моего паспорта чтобы я своим пальчиком по своему согласию сама через госуслуги подтвердила эти данные паспорта вот где собака порылась я все сразу поняла что вся утечка причем нами собственно ручно мы же сами это все делаем мы сами подтверждаем через госуслуги данные там нового паспорта и они как бы здесь ни при чем мы сами все своими руками своим согласием это делаем ну а дальше дальше исход может быть разные дальше могут этот кредит если бы знали эти данные могут этот кредит повесить на кого угодно у меня такое впечатление что утечка наших данных я ошиблась не биометрических все правильно в этом поправили меня это сетчатка глаза там отпечатки пальцев в голос наш это биометрические данные все правильно но друзья даже данные вашего паспорта ваша фотография снилс им достаточно чтобы оформить кредит за вас понимаете в чем дело мне там еще одна женщина написала что лена вы же пенсионерка посмотрите на свое пенсионного пенсионную пластиковую карту в москве такая есть да у пенсионеров социальная карта и там банк втб поэтому все правильно вам типа оператор сказала что вы являетесь клиент нет друзья я не пенсионерка я молодая еще до пенсии мне 6 лет мы все сейчас помолодели на 5 лет поэтому это отпадает я вам там ответила но просто как бы может быть кто-то еще так думает это не так вот так что вот такие друзья дела это я не знаю как это назвать моня ты выйти хочешь не нужно мне в эту сетку портить но вся загвоздка у них получилось именно из-за того что у них нет подтвержденных данного нового моего паспорта вот ну на этом все прекратилось потом я пыталась найти в интернете как отозвать данные но свои личные данные из банков и так далее на самом деле это непросто и читала отзывы о втб это многие пишут что один мужчина брал у них кредиты когда он его погасил он написал заявление о закрытии счета на что они были удивлены и об отзыве своих персональных данных вот и что вы думаете заявление у него приняли но данные как пыли так и никуда они не делись они не отозвали его личные данные персональные потому что он говорит меня замучили значит всякими предложениями смс коми из этого банка и так далее то есть для втб законы не писаны да я думаю не только для втб вот все-таки я схожу хочу сходить в мфц и написать заявление если у нас есть здесь чип лагине бланк такого заявления если нет я его распечатаю из интернета и оставлю о запрете распространения моих персональных данных вот это будет может быть если что-то не дай бог что-то случится у меня будет ну как бы доказательство того что я дала запрет на распространение моих персональных данных вот если кто-то попытается за меня взять кредит так но я имею ввиду сейчас же заявки онлайн делаются и я так поняла что даже и паспорт не нужен или ну как-то это все упрощено все в электронном виде в общем банки это такой крючок крючок долговая яма и лучше их обходить стороной просто в крайней в крайнем случае вот так как у нас при выкупе там доли когда естественно нет такой большой суммы я считаю что можно взять этот кредит и постараться как можно раньше его погасить мы погасили его я погасила даже до продажи нашей квартиры ну а они уже когда продалась квартира и там остаток хвостик этих денег из своей части да она сразу же погасила этот кредит то есть даже не стала там выплачивать им помесячно сразу погасила и мы забыли об этом как о страшном сне вот так что это я немножко вернулась к этой теме тема злободневная друзья не попадайтесь на эти удочки и будьте внимательны и бдительны и наверное нужно как-то себя немножко ну не знаю просветить насчет вот этих всяких заявлений насчет законов как это работает нужно это проштудировать и как-то себя обезопасить так ну ладно сегодня у нас по плану мытью окон у нас нет воды и пока я не приступила к мытью окон я покажу чем я вчера занималась здравствуйте елизавета я хотела бы узнать являюсь ли я вашим клиентом или нет фамилия имя отчество ваше назовите ситникова елена ивановна дата рождения серый номер паспорта назовете 45 05 072 930 а уточнить пожалуйста по какой причине вы желаете узнать ну просто мне интересно как-то было предложение на 165 тысяч кредита осталось она у вас есть предложение от банка на кредитную карту с лимита 165 тысяч в год на период 110 дней до 11 юния но эта кредитная карта у вас она оформлена на мое имя она не оформлена на ваше имя это предложение только если желаете можете оформить предложение от банка правильно предложение от банка что если желаете можете обратиться в офис банк ВТБ и оформить эту кредитную карту на 165 тысяч лимита на льготный период на 110 дней А когда это предложение было? Какого числа оно было, не прописывается, но действует оно до 11 июня. Понятно. А что там, расскажите еще об условиях. Льготный период 110 дней. У этой карты лимита 165 тысяч. Что еще желаете? Без обслуживания. То есть карта у нас бесплатная. Снятие наличных ВТМ во всех банках и перевод кредитных средств. С первого по тридцатый день за это заключение договора бесплата до 100 тысяч рублей. То есть когда вы заключите договор по этой карте кредитной, 30 дней до момента заключения вы сможете переводить бесплатно 100 тысяч. Или же снимать. Ну это 110 дней бесплатно, а дальше что, погашение? 110 дней у вас без процентов вы можете пользоваться этой суммой. В эти 110 дней сумму, которую вы потратили, нужно внести, тогда проценты никакие вы платить не будете. А дальше что, если я не внесу в эти 100 дней? Если не внесете, то тогда у вас начислятся проценты за весь период с 10 дней. Все не начисленные проценты станут начисленными. И начисляться будут на каждодневной основе поставки, которая у вас будет по кредитной карте. Ну так ставка-то какая? На покупки в первые 30 дней 9,9, 31 дня 39,9, на снятии 49,9. Поэтому желательно в эти 110 дней укладываться на снятие. В смысле, 49 процентов? Да, на снятие. Я должна буду отдать вам, так? Если в 110 дней вы не внесете сумму, которую взяли, то да. Если внесете, то никакие проценты банку вы не уплачиваете. Угу, ясненько. А вот теперь еще, что там еще, кроме вот этого предложения? Есть какие-нибудь карты у меня? Нет, больше нет. Зарплатная там? Проверить, к сожалению, текущие ваши продукты не сможете, так как в системе отображается то, что вы ранее паспорт изменяли. Нужно актуализировать данные вам. То есть, если я вам скажу номер паспорта, который я поменяла... Нет, не сказать. Его нужно поменять, актуализировать данные. Если личным кабинетом вы не пользуетесь, то в офис банка нужно предоставить новые паспортные данные и актуализировать их. То есть, у вас получаются мои старые данные паспорта, старого, правильно? Если вы их не меняли, то да. Вот этот номер, который я вам назвала и который у вас отображается, вы же мне сказали, что в системе помечено, что это данные старого паспорта, да? В системе отображается то, что вам нужно актуализировать данные. Если личным кабинетом вы не пользуетесь, то нужно будет обратиться в офис банк и актуализировать. Если я этого не сделаю, то, значит, я, получается, не смогу. Значит, дистанционно проверить мы с вами информацию по вашему продукту не сможем. Ага, дистанционно. Хорошо, понятно. А теперь у меня еще к вам один вопрос. Вот это предложение по кредиту, 165 тысяч рублей. Каким образом банк мне его сделал? Откуда у вас мои... Знаете, ранее были вы клиентом банка или данные оставляли в банке. Предложение у вас есть. Если вы не желаете никакие предложения от банка получать, нужно будет в офис банка обратиться вам и расторгнуть. Так подождите, я вот вам задала изначально вопрос. Я клиент вашего банка или нет? Чтобы мне расторгнуть... Проверить продукты, которые у вас имеются на горячей линии, нет возможности, Елена Ивановна. Так как вам нужно произвести актуализацию ваших персональных данных. Угу. Странно очень. Актуализацию данных нужно произвести вам в офисе банка, так как личным кабинетом вы не пользуетесь. Обратитесь, пожалуйста. Там вам предоставят все имеющиеся информации. А откуда вы знаете, что я не пользуюсь личным кабинетом? Ну, если пользуетесь, тогда вы можете в личном кабинете актуализировать данные паспортные. Если у вас запись учетная в ТБ онлайн подтверждена на госуслугах. А, вот еще на госуслугах я могу это проверить, да? Нет. В ТБ онлайн нужно подтвердить учетную запись в ТБ онлайн на госуслугах, чтобы менять паспортные данные там. Ничего не поняла. Причем здесь в госуслуге и приложение в ТБ банка. В ТБ онлайн, если говорите, вы пользуетесь, зайдите в него, там сверху у вас будет подтвердить данные на госуслугах. Пройдете по ссылке и вы увидите, что это такое. Угу. Понятно. Нет, я не пользуюсь. Мне просто, понимаете, к чему все эти вопросы были, я вам расскажу. Если мне оформлен этот кредит, значит у вас откуда-то взялись... Ну, я оформил предложение. Ну, хорошо, предложение есть, да? Было предложение на мое имя. То есть имя, фамилия у вас мои откуда-то взялись. Правильно? Чтобы их отозвать, я должна увидеть договор, где я давала согласие на обработку персональных моих данных. Вот я поэтому у вас и спросила. Я ваш клиент или не ваш, чтобы мои действия дальше как-то скорректировать и понять, как мне дальше двигаться, в какую сторону и с чего начинать. Вы можете проверить, есть ли продукты в банке ВТБ, вам нужно актуализировать паспортные данные. Это возможно сделать в личном кабинете или в живой офисе банка, если личным кабинетом вы не пользуетесь. На горячей линии дистанционно проверить возможности не имеется. Информацию вам более трех раз повторила, другой информации не имеется. То есть мне сейчас нужно загрузить приложение онлайн, этот ваш банк, да? Если у вас нет продуктов в банке ВТБ, зайти туда вы не сможете. Так это уже и ответ на мой вопрос получается, да? Проверить нет возможности, Лена Ивановна. Вы мне сейчас сказали... Подождите, это я уже услышала. Вы мне сказали, что если я... Но если у вас есть продукты в банке ВТБ, логи, номер карты, заходите в личный кабинет. Вот. А если у меня их нет... Подождите, если у меня этих продуктов нет, то я вообще не смогу зайти в личный кабинет. Вот я сейчас скачаю ВТБ онлайн на плеймаркете, и я туда не смогу зайти. Правильно я вас понимаю? Если у меня нет продуктов в банке. Конечно же, Лена, или же карты банка, зайти туда вы не сможете. Вот. Я туда не смогу зайти, правильно? А у меня их нет. Я туда не могу зайти. Вы мне правильно поговорились, потом поправились немножко. Что... Я спросила, откуда вы знаете, что я не пользуюсь. А вы знаете, что я не пользуюсь. Кабинетам онлайн... А я не знаю, что вы не пользуетесь. Потому что проверить, к сожалению, нет возможности, Лена Ивановна. Нет... Аудrine! Подождите, я это уже поняла. Я не пользуюсь личным кабинетом. И зайти туда я не смогу. То есть, вывод, что у меня нет вообще банковских продуктов, правильно? Проверить, есть ли у вас банковские продукты или же нет, вы сможете после того, как актуализируете паспортные данные. Как я актуализирую? Как? Подождите, как я? Я информацию вам более трех раз повторила, другой информации не имеется, Елена Ивановна. Хорошо, давайте оттолкнемся из этой информации, которую вы сказали. Значит, в офис банка у меня тоже нет возможности сейчас посетить, потому что я сейчас нахожусь в городе, где ВТБ-отделение очень далеко от меня. Значит, у меня есть возможность через вот это приложение онлайн, да? ВТБ онлайн или как там оно у вас называется. Но вы мне говорите, что я туда не смогу зайти. Я вам не говорила, что вы не сможете. Я вам сказала, что вход возможен по номеру карты или по логину. Ну, а я не смогу, у меня нет ни логина, ни номера карты. Значит, не сможете. Значит, не смогу. Тогда опять вопрос, возвращаемся к тем же яйцам, которые в профиль. Откуда у меня предложение на 165 тысяч рублей? Предложение выставляет банк клиентам. Клиентам? Я могу верить, клиентам банка вы являетесь, если у вас продукты в банке ВТБ. На данный момент нет возможности, так как вам нужно авторизировать посетение. Слушайте, ну вот вы повторяете, это уже в 10. Это вы уже... Другой информации не имеется. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok